Последний шанс заработать денег перед началом учебного года в областном центре стартовала третья смена трудовой компании. Это самое малочисленное. Набрали для трудовой повинности чуть больше сотни человек. Но это, конечно, шутка. Школьники в молодежный центр обратились добровольно. Да еще и прошли отбор. Желающих было больше, чем вакантных мест. Было еще порядка 30 человек в лист ожидания. Это те, кто дособрали документы, те, кто съездил, отдохнул и, наконец, пропустил июнь, июль. Но так как мы ограничены определенным бюджетом, то не можем принять всех желающих. Приняли столько, сколько у нас рассчитано именно 139 человек. Теперь ребят разделили по отрядам и отправили на борьбу с городским мусором. Трудятся они по три часа в день по будням в парках и скверах областного центра. Здесь на Харенке хлама и отходов после выходных немало. Было жарко, а значит, на пляже оба дня активно развлекались горожане со всеми мусорными вытекающими. Арина в таком отряде трудится впервые. Говорит, за лето уже успела отдохнуть. Пора немного и потрудиться. К тому же, как потратить свою первую зарплату, 15-летняя школьница уже придумала. Я здесь для того, чтобы, ну, конечно, заработать, потому что тут платят. И, конечно, чтобы убрать парк, чтобы было чисто. Мы убираем пляжи, ну, ходим вдоль и по лесу еще, по улочкам. Я поеду на юг, чтобы, ну, вот мама мне сказала, чтобы, ну, мамины деньги не тратить, чтобы у меня были при себе свои деньги. За 12 рабочих смен школьники 14 лет получат 3,5 тысячи рублей. Старшие ребята до 17-летнего возраста чуть меньше – 2,5. Плюс небольшая доплата от Центра занятости населения. Здесь все на труд ориентированы. Работу не прогуливают, убираются тщательно. Мне просто надоело то, что в любых общественных местах достаточно грязно. Я хочу, ну, я устроил сюда работу только для того, чтобы, во-первых, очистить парк, а во-вторых, заработать немного денег. Больше работа, чем разговоры, потому что работа действительно трудоемкая, но атмосфера здесь достаточно дружественная. Никто ни на кого не давит, нет никакой агрессии. Все хорошо, типа, спокойно. Молодежный центр обеспечивает отряды перчатками, мусорными мешками и спецодеждой. Садовый инвентарь предоставляет администрация парков и учреждений. Трудовая кампания для школьников завершится 16 августа. У ребят останется еще две недели на отдых. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.